С днём праздника! С днём ангела, дорогие именинники, женская любовь может расслабить сердце мужчины, а может закалить его и сделать твёрдым и непобедимым. Так, к примеру, спартанские матери, преодолевая своё естественное материнское чувство, хотели в первую очередь, чтобы дети их не просто были живы, но чтобы они были храбры и несгибаемы. Они отправляли сыновей своих на войну, давали им щит со словами «с ним или на нём», то есть «или выиграй и вернись с почестью», «или умри, но без позора и будь принесён домой, как воин, павший в бою». Подобная твёрдость пугает сегодняшних расслабленных людей, и нужно знать, что на такое мужество были готовы не только язычники, дикие и необузданные, но и христиане. Сегодня Святая Церковь совершает память святого Якова Рассеченного. Это персидский подвижник, имя его еврейского происхождения означает «борющийся», «запинающий». Святой Яков был вельможей при дворе одного из персидских царей. Имя его трудно произносится «изигерд». И вот однажды, будучи христианином, Яков имел и христианскую семью, однажды после военных побед царь предложил ему принести жертву идолам, на что тот, привлечённый царской милостью, побоялся отказаться и сделал это. Когда он пришёл домой и об этом сказал своей супруге, супруга, домочадцы пришли в ужас. Их муж, глава семейства, отрёкся от Бога, которого любил, которого познал. Они убеждали его смыть свой позор покаянием, а если нужно будет, то и кровью. Яков осознал и пришёл в стыд и страх от содеянного и стал горячо и подолгу молиться Богу о том, что Бог простил ему грех отречения и малодушия. Слуги царя услышали, что Яков в молитве призывает имя Иисуса Христа, о чём было царю донесено. Якова призвали для ответа, и он безбоязненно исполидал себя христианином. Муки его ожидали страшные. Положивши на плах у человека, Якова, привязавшего к плахе, ему поочерёдно отсекли, пальцы сначала на руках, затем на ногах. Обливаясь кровью и терпя жуткую боль, Яков благодарил Бога за то, что он смывает своей кровью свой же грех малодушия. В конце концов, ему отсекли голову. Таким образом, дорогие братья и сестры, мы видим, что именно женская любовь, но любовь настоящая, не привязанная к земле, а привязанная к вечности, убедила Якова на такому мужественному и решительному поступку. Жизнь осмысливается, приобретает такие яркие очертания только лишь на фоне смерти. Нужно знать о том, что если у человека нет никого или ничего, за что или за кого человек готов умереть, то и жизнь его не имеет смысла. Подумайте об этом. Сегодня, кроме вносящих имя Яков, мы поздравляем с Днем Ангела Всеволода, Николая и Романа. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова